Мир вам, братья и сестры! Сердечно приветствую всех вас в это утро последнего дня февраля. Заканчивается зима, и завтра у нас уже март. Я думаю, для нас, для верующих, для христиан, это такая и духовная иллюстрация. Мы ожидаем весны, духовной весны. Мы ожидаем, как Писание говорит, пришествие Господне приближается. И дай нам Господь, чтобы мы готовились к этому дню, готовились к этой духовной весне, готовились к пришествию Спасителя нашего. И для того, чтобы мы действительно готовились, нам необходимо освящение. Сегодня мы будем услышать Слово Божие на эту тему, чтобы мы действительно проверяли себя и были готовы, позволили Господу приготовить нас. Для этого мы собрались и на это собрание, чтобы услышать Слово Божие, помолиться Господу нашему, прославить Его в песнопении. Давайте помолимся, попросим благословения. Господь наш, мы благодарны Тебе за то, что Ты даруешь нам этот воскресный день. Благодарим Тебя за то, что все мы собраны вместе. Мы дети Твои, мы благодарны Тебе за то, что Ты благословляешь нас. В это трудное время, когда так много неуверенности вокруг, Господи, но у нас есть твердое основание Твоего Слова, у нас есть Твои обетования, у нас есть, Господи, Твоя защита, помощь и поддержка. Ты сказал, что всегда будешь с нами, и Ты сказал, что однажды наступит этот день, когда Ты придешь и возьмешь церковь свою. Мы благодарим Тебя, Господи, за эти великие обетования, и мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово – это руководство к жизни нашей. И Ты говоришь через это Слово, как нам жить, как нам поступать, как нам ходить перед Тобой верно, праведно, как нам идти путем освящения. Помоги, Господи, нам, чтобы мы были таковыми, чтобы мы были не только на словах, но в жизни своей верными Твоими учениками. Благослови, Господи, и это собрание. Благослови братьев, которые будут возвещать Твое Слово, оркестр, который будет участвовать, всех, Господи, нас, собранных вместе. Ты объедини любовью своей и Духом Твоим святым. Ты касайся наших сердец, чтобы, чувствуя Твое прикосновение, слыша Твое Слово, мы могли принимать семя Твоего Слова, для того, чтобы производить должный плод. Благослови, Господи, народ Твой, церкви по всему лицу земли. Благослови, Господи, там, где переживания, трудности, гонения, болезни. Благослови наших братьев и сестер, которые, возможно, проходят через эти различные жизненные обстоятельства. Укрепи каждого, помоги каждому. И да будет во всем этом благодать Твоя. Поклоняемся Тебе, Господу нашему, прославляем Спасителя нашего. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я буду читать Слово Божие. Мы сегодня с вами разберем образ воина. Я буду читать место, где написаны такие слова. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 10 стиха буду читать. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой и все преодолевший устоять. Итак, станьте, припоясав чресла ваши истинною и облегшись броню праведности и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Дорогие братья и сестры, мы прочитали вот это место, и я думаю, пред нами предстал вот этот образ воина, одетого во все доспехи. И Слово Божие нам говорит сегодня, чтобы мы с вами могли облечься вот эти доспехи также. И какие доспехи мы прочитали с вами. И для чего это нам нужно? Чтобы нам, как сказано здесь, противостать против козней дьявольских. Потому что эта война, она неизбежна. Эта брань сегодня духовная, она идет, и сатана старается сразить каждого, каждого верующего. И эта брань, как мы прочитали, не против крови и плоти, но против вот этих духов злобы поднебесных. И, к большому сожалению, братья и сестры, враг, он поражает иногда, когда он видит, что мы не обличены во все это. И первое, что здесь, смотрите, написано, 14 стих, «Итак, станьте! Прежде всего нужно стать, припоясав чресла вашей истинною». Что такое припоясать чресла своей истинною? Давид в 14-м псалме задает такой вопрос, и там же на него он отвечает. Смотрите, «Господи, кто может пребывать в жилище твоем, кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду и говорит истину в сердце своем». То есть, братья и сестры, припоясаться истинною. Истина должна быть в нашем сердце. Кто не клевещет языком своим, делает правду, и в чьем кто говорит истину в сердце своем. И в 85-м псалме Давид также говорит, «Наставь меня, Господи, на путь твой, и буду ходить в истине твоей. Утверди сердце мое в страхе имени твоего». Мы видим, братья и сестры, Давид, он также стремит к истине, и он обращается к Господу и говорит, что «Господи, наставь меня на этот путь истине, и буду ходить в этой истине». Припоясав чресла свои истинною. Дальше мы видим броня праведности, облегшись в броню праведности. Братья и сестры, праведность – это броня, нужно облечься. Это броня, которая защищает. Но Исаия, он говорит, что «Все мы сделались, как нечистый, и вся праведность наша, как запачканная одежда». В какую же праведность нужно нам облечься? Что вот это заброня, в которой мы должны с вами облечься? И мы должны облечься в праведность через веру. В послании к филиппийцам апостол Павел пишет такие слова. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Вот это, братья и сестры, праведность от Бога по вере через Иисуса Христа. Мы с вами должны облечься в эту броню праведности, чтобы противостать против всех козней дьявольских. И Господь хочет, чтобы мы также, братья и сестры, наша жизнь, о нас мы всегда стремились к праведности, и наша жизнь, чтобы нам жить праведно также и непорочно. И апостол Петр пишет в третьей главе, что «Очи Господа, они обращены к праведным, и уши его к молитве их». Господь слышит молитвы. Господь слышит молитвы тех, кто стремится к этой праведности. Далее мы видим, о чем нам говорит Слово Божие, что «обув ноги в готовность благовествовать мир». Я думаю, сегодня, братья и сестры, мы все с вами пришли в собрание в обуви, да? Никто из нас не пришел, чтобы босой. Все пришли в обуви. И когда мы одеваемся куда-то выходить, самое последнее перед дверями, возможно, мы одеваем обувь, и можно сказать, что все, мы готовы. Готовы куда-то идти, обувь на наших ногах. И здесь, смотрите, Слово Божие нам говорит, чтобы мы с вами обувшие ноги в готовность благовествовать мир, чтобы нести мир, братья и сестры, другим мир нести, этот мир прежде всего должен быть в наших сердцах. Если в нашем сердце нету мира, мы не сможем нести этот мир, мы не сможем благовествовать этот мир. А когда мир будет в наших сердцах, мы сможем его нести в наши дома. С тем, кого мы встречаемся, этот мир будет изливаться при встрече среди братьев и сестер. Этот мир будет наполнять другие сердца, общаясь с нами. Возьмите щит веры. Братья и сестры, смотрите, возьмите щит веры. Наша вера – это щит. И этот щит, которым воин отражает все эти стрелы лукавого. И эта вера должна быть крепка. Враг потому, что пускает эти стрелы. И что это за стрелы? Которые вот эти раскаленные, которые нужно нам с вами отражать. Это стрелы сомнения, можно сказать. Прежде всего, мы начинаем в чем-то сомневаться. Мы начинаем сомневаться в спасении, возможно. Может, сомневаться, начинаем в прощении. У нас это вот стрелы недоверия Богу. Вот эти все стрелы. Нет желания молиться. Нет желания Слово Божие читать. Вот эти, когда мы проверяем себя, и мы видим, когда это в нашей жизни проявляется, вот эти стрелы, значит, враг пускает в нас. И они, возможно, могут нас поражать. Для этого есть щит веры. Слово Божие говорит – возьмите щит. Вот этим щитом мы сможем обороняться от всех этих раскаленных стрел. И шлем спасения возьмите. Что такое шлем? Это то, что защищает нашу голову. Когда дети, мы с вами знаем, катаются на велосипедах или же мотоциклисты, им стараемся, все родители говорят, чтобы одеть вот этот шлем, чтобы сохранена была голова. Это так вот физическое. Что такое в духовной жизни? Возьмите шлем спасения. Чтобы, братья и сестры, наш разум, наши мысли, они также должны быть защищены. Во-первых, это значение того, что относится к нашему спасению. Это моя вера, уверенность в спасении через кровь Иисуса Христа. Это наше исповедание этой веры. Шлем спасения. И меч духовный, который есть Слово Божие. Я думаю, каждый представляет себе воина, если он оделся, если он защищен броней, если он одел шлем, он держит этот щит, но у него нету меча. Это не воин. И этот меч, Слово Божие, говорит, это Слово Божие. Вот этот есть меч духовный. И к евреям. Апостол Павел пишет также такие слова. Послание к евреям, 4 глава. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Смотрите, братья и сестры, даже в этом месте сказано, что Слово Божие даже острее меча обоюдоострого. Вот этот меч, оно даже более, чем меч. Оно даже острее, обоюдоострый. Это значит, он с двух сторон острый. Не только как нож с одной стороны, но он с двух сторон острый. Он обоюдоострый. И смотрите, вот этот меч, он проникает до разделения души и духа. Слово Божие, оно способно проникать в нашу душу, в наш дух. Оно проникает. Даже написано, смотрите, до составов и мозгов. И что оно делает? Слово Божие. Оно судит. Оно судит намерения и помышления сердечные. И этим мечом, братья и сестры, Иисус Христос также пользовался. Этим мечом Иисус Христос пользовался Словом Божиим. Мы с вами, когда читаем и видим, когда после своего крещения Иисус Христос был возведен духом для искушения в пустыню. И там, когда сатана приступил к Нему и искушал Его, Иисус Христос всегда отражал вот этим Словом Божиим. Смотрите, что написано. Когда сказал сатана, что не хлеб, что вот эти камни могут сделаться, скажи, хлебом, Иисус говорит, написано, что не хлебом одним будет жить человек. Христос говорит, написано. Второе искушение, когда Он показал Ему все царства мира. И Христос также сказал, что написано, что Господу Богу Твоему поклоняйся и Ему служи. Иисус Христос отражал. И у дьявола нет той силы, чтобы отражать против Слова Божия, против этого меча. Знаете, еще рассказывают ранее, когда были вот эти гонения, и когда братья и сестры отвечали Словом Божиим, что написано так или иначе, то эти власть имеющие, они не могли устоять. Они всегда говорили, что вы говорите, вот написано, ты так скажи сам. Но Слово Божие, оно способно отражать вот эти все раскаленные стрелы лукавого. И сегодня, братья и сестры, Слово Божие учит нас, чтобы мы также могли пользоваться этим Словом Божиим. Знаете, и Словом Божиим мы будем пользоваться тогда, когда мы облекемся в Него, когда оно будет в нашем разуме, когда оно будет в нашем сердце, тогда мы сможем в любое время воспользоваться им. Не тогда, может быть, когда мы только принесли Его, когда мы открываем, но тогда, когда оно в сердце в нас. И да благословит нас Господь, чтобы мы могли пользоваться этим Словом Божиим. И я еще прочитаю одно место во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Смотрите. Все Писание Богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Все Писание вот это, оно Богодухновенно и полезно. Для чего? Для научения. Мы с вами учимся из Него. Для обличения. Когда мы Его читаем, оно нас обличает. Для исправления. Оно исправляет нас. Оно показывает нам путь, как нам правильно идти. И только когда мы будем вникать в Него, мы будем видеть этот путь. Этот путь праведный, как учит нас Господь. Для наставления в праведности. Оно наставляет нас. И когда в нашем сердце, может быть, происходит какие-то, может быть, переживания или какие-то тревоги, оно дает нам силы. Оно утешает нас. И сегодня, братья и сестры, вот это слово, оно полезно. Мы с вами должны облечься. Вот эти вообще всеоруженные, всеоружия Божьи, чтобы нам устоять против козней дьявольских. Да благословит нас Господь, чтобы мы могли всегда вникать в это слово, чтобы мы могли учиться из Него. Сейчас мы с вами склонимся, преклоним наши колени, будем молиться, чтобы Господь благословил нас, чтобы Господь благословил и это служение, и чтобы Господь благословил всю нашу жизнь хождение перед Ним. Ему слава вовеки. Аминь. Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал, Но гоним и недоброй волей Я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой, дикой Шел, не ведая сам, куда. Миражей бесконечных блики Постоянно манили вдаль Я травму греха беспечна, Как холодную воду пил, Но в своем милосердии вечно Ты, как прежде, меня любил Их ретрудных земных скитаний Изнуряющей суеты Среди горьких души терзаний Мне внезапно явился Ты И тогда, как бы в знак прощения Ты в ладонях воды мне дал Оклонившись к ним в изумлении Я увидел в рубцы от ран С той поры мне всего дороже Эти раны и кровь Христа Я спасен, это милость Божья Я на дланях записан там Я спасен, это милость Божья Это милость Божья Я на дланях записан там Второе коринфянам, вторая глава С 14 по 17 стихи записаны такие слова Но благодарение Богу Который всегда дает нам торжествовать во Христе И благоухание познания о себе Распространяет нами во всяком месте Ибо мы, Христово благоухание Богу В спасаемых и в погибающих Для одних запах смертоносный на смерть А для других запах живительный на жизнь Красота христианства Где христианство красота? Она в простой живой улыбке В лучистых преданных глазах Она в смычке И старой скрипке Она на кухне У плиты Огукает И плачет в детской Она В стаканчике воды Протянутом тебе От сердца Она В накинутом платке В улыбке Пятого сыночка В седом Нежданном волоске И в капли пота На сорочке Она В беседах Допоздна С приезжим братом Или сестрою Которых Ты едва узнал Но полюбил уж Сей душой В чем Христианство красота В мелодии Спокойной Песни В стихах Что тронут Иногда Своей лиричностью Чудесной В чем Христианство Красота В слезинке Капнувшей На слово В самокритичном Четком Да Что признает Проступок Новый И в покаянии В грехе И в радости Его прощения И в каждом Золотом стихе Тебе Дающим Утешение Есть В христианстве Красота Есть жизнь Наполненная Смыслом Борьба Победа И мечта О голубой Небесной Высе Для грешных Мирах Чудеса Такое Странное Убранство Красивое Как небеса Земное Наш Христианство Аминь Прозрачен воздух На закате Над городом Моим Вечерним Звоном Ветер Плачет Мечтой Веков Томи И камни Креплют И деревья В безмолвии И небо Сердечной Раной Разделенья Живет Тоскуя Он Иерусалим Иерусалим Объятый Светом Золотым Тебе Во славу Безлагаю Иерусалим 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 Да будет Мир Светом Твоим Тебе Во славу Петь хочу Я Иерусалим Пою Тебе Великий Город Плету Венки Любят Я Наименьший Спаратов Ты В сердце У меня Твое Название Без Святая Я Наслаждаюсь И Иерусалим Губы Шепчут Повторяя О Иерусалим 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 Объятый Светом Золотым Тебе во славу Петь слагай Иерусалим 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 Да будет Мир Светом Твоим Тебе во славу Петь Ночая Иерусалим 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 Субтитры создавал DimaTorzok Как часто мы своим молчанием, своей беспечностью слепой не выполняем обещания жить полной жизнью и святой. Для Бога важны наши души, Ему важны наши сердца, а мы отяготили уши, у нас дела, дела, дела. Идем вперед, не замечая того, кто ждет, кто слезы льет. Спешим о людях, забывая, у нас гора своих забот. А грех пускает метастазы, распространив болезни власть, и поражает дух проказой, ведущий в огненную пасть. Куда идем? Куда стремимся? За кем не замедляем бег? О чем мечтаем? Суетимся? Чем заслоняем Божий свет? Прикрывшись благородной маской, бежим, Опережая век, вживаясь в старую закваску, Спешит по жизни человек. И чтобы не играть словами, напомнить хочется опять, Что веру в Бога лишь делами, И жизнью надо подтверждать. Наш Бог всегда один и тот же, Он ищет преданных друзей, Чье сердце видит из немогших, Не оставляет средь скорбей. Кто обогреет и заметит, Кто посетит, подаст воды, Кто на обиду не ответит, И друга вырвет из беды, Из мрачного водоворота Пусть каждый выбраться спешит. У Бога много есть работы, Призыв к служению звучит. Остановитесь и решите Для Бога жить, Уйти от лжи. И фокус жизни рассмотрите, Склонившись пред Творцом в тиши. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Как и язычники, не знающие Бога Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим Противозаконно и корыстолюбиво Потому что Господь мститель за все это Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости Ну, первое – это воля Божия Мы интересуемся волей Божией И хочется узнать по тем или иным вопросам Но есть определенно два места Писания И думаю, если бы мы эти места Писания исполнили То уже большего, наверное, ничего не надо Вот конкретно сказано, в чем воля Божия? Освящение наше И еще в чем воля Божия? Конкретно сказано Ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе Непрестанно молитесь За все благодарите Вот если бы два этих пункта, две этих заповеди мы исполняли Это было бы уже все Если бы мы благодарны были и за все благодарили И освящались в жизни нашей Освящение Освящение, оно связано с нашим спасением Знаете, в спасении есть для человека, для христианина Который к Богу обращился Мы уже спасены, правда? Не только спасены на небесах Посаженную, да? А потом написано Мы спасаемся И написано, что спасемся Спасемся И это все Слово Божие говорит Что благодатью мы спасены, да? Это уже спасены Благодатью Он спас не по делам нашей праведности Которую бы мы сотворили Но по своей великой милости Банью возрождения и обновления Святым Духом То есть, Он уже спас нас Потом читаем Слово о кресте Для погибающих есть и родство А для нас Спасаемых Значит, спасены Это уже прошедшее время, да? А то спасаемых Это настоящее продолженное время Спасаемых Сила Божия И 1 Калифином Когда 15 глава 2 стихом написано Евангелие Которым И спасаетесь Если преподанное Удерживаете так Как я Благовествовал вам Если не тщетно Уверовали Спасаемся Оказывается Это Это то В чем мы сейчас живем Со страхом и трепетом Что Совершайте Свое спасение Это вот продолженное Время И Мы спасемся Это Написано 1 Калифином 3 глава 15 стих У кого дело Сгорит Тот потерпит урон Впрочем Сам спасется Ну как бы Из огня И вот таким У которых Дело сгорит А сам спасется Я не буду На этом Останавливать Внимание Другое время Можно и об этом Побеседовать 1 Тимофея 4 16 Вникай в себя И учения И занимайся Сим постоянно Ибо так поступая Продолженное Действие Чувствуете Что ты сделаешь Спасешь Себя И слушающих Тебя То есть Это то Что нас Ожидает Написано Будучи Оправданы Кровью Его Спасемся Им От гнева Это Римлянам 5 глава 9 стих И наше Спасение Оно связано С освящением Вот в таких Трех Временах И Так же Наше Освящение Открывается Нам В Слове Божьем Итак Воля Божия Есть Освящение Ваше Написано Будьте Святы Потому что Я Свят Господь Бог Ваш И О Боге Когда мы Рассуждаем Бог Абсолютно Святой Про Ангела Вот Точно Не знаю Потому что Друзья Иова Говорили Что Он В ангелах Усматривает Недостатки Я не знаю Правда Это или Неправда Потому что Друзьям Не вполне Можно верить Иова И Часть Ангелов Увлеклись За Херувимом Осеняющим Помните Третья часть Ушла А вот Бог Ибо Ты Един Свят Поем мы Псалом И Слово Божие Говорит У Бога Абсолютная Святость И в нем Нет греха И Бог И Бог В трех Лицах Бог Отец Сын И Дух Святой Это Святая Или Пресвятая Троица И Это Наш Бог И вот Он Желает Нас На земле Сделать Святыми Преобразить Нам В Его Образ Чтобы Мы Были Похожи На него Он Был Это Сделать Сразу И Раз И Навсегда Но Почему-то Бог В Его Плане Он Имеет Свой План На нас И Воспитывает Нас Здесь На земле И проводит Этим Путем Освящение Ну Что Об Общем Об Освящении В Библии Говорится Написано 1 Петра 1 глава 2 стих Избранным По предведению Бога Отца При освящении От Духа Святого Значит Дух Святой Участвует В нашем Освящении Дальше 14 стиха Читаем Как послушные Дети Не сообразуйтесь С прежними Похотями Бывшими В неведении Вашим Но По примеру Призвавшего Вас Святого И вы Будьте Святы Во всех Поступках Ибо Написано Будьте Святы Потому что Я Свят 6 глава Римлянам 22 стих И ныне Когда вы Освободились От греха И стали Рабами Богу Плод ваш Есть Святость А конец Жизнь Вечная Много Еще Можно Веста Писания Читать Ефесянам 1.4 Так как Он То есть Бог Избрал Нас В нем Прежде Создание Мира Чтобы Мы Были Святы И непорочны Пред Ним В любви Вот Божие Требование Отношение Святости В освящении В нашем Участвует Бог Потому что Без Бога Мы святыми Никогда Бы не смогли Быть Бог Принимает Участие И человек Потому что Это К человеку Обращается Слово И наше Участие В нашем Освящении Какое Ну какое Участие Вот передо мной Брат Проповедовал Бог Говорит Это же Господь Говорит Укрепляйтесь Господом По могуществу Силы Его Ну как Это же Сила твоя Господи Ты меня Укрепляешь Да Да нет Он говорит Ты укрепляйся Силою Тебе Все оружие Надо взять И брат Перечислял Все это Все оружие Оказывается Мне надо Что-то делать Взять И не просто Одеться Во все это И броню Праведность И шлем Одеться Все И ходить Сверкать Этими И доспехами Да нет Это фронт Это война Это оружие Все надо Применять В соответствующих Условиях О котором Проповедовала И это Вся жизнь На протяжении Всей нашей жизни Продолжается Продолжается Итак Первоначальное Освящение Это день Обращения День нашего Спасения День нашего Установления День прощения Крещения Духом Святым Написано Вы уже Очищены Через слово Которое Я проповедовал Вам И вот это Освобождение От вины Греха И отделение От греховного Мира Изменение Положения Пред Богом От рабства Греха И от Отождествления Со Христом И святыми Это вот так Написано В нашем Вероучении О нашем Освящении То есть Первоначальная Часть Но это Тот день Вот вспомните Свой день Когда вы Покаялись Искреннее Покаяние Он несет Радость Спасения Как Давид Говорит Вы вспоминаете Эту радость Вот те чувства Что Бог Освободил На душе У меня Как поем И тепло И светло Потому что Я верую Бога И вот Выходим Мы после Покаяния И кажется Вот тут Бо Господи И забери Ты нас На небо Чтобы мы Не видели Этих скорбей Этого горя Этой борьбы С грехом С своей плотью И злом Теперь вот День нашего покаяния А потом Путь жизненный У кого-то он Сорок лет У кого-то больше У которого меньше Молодежь есть Которые в прошлом году Приняли крещение Вот уже За этот год Сколько трудностей Нам пришлось Носить Сколько искушений Сколько мы Спотыкались И падали И плакали И вновь Карабкались И поднимались И вот Эти страдания Это борьба Духовная Господи Ну что бы ты Забрал-то тогда Нас бы И все И ничего бы мы Этого не видали Здесь на этой земле А нет Оставляет Бог Нас На этой земле Для того Чтобы мы Научились Там В Царстве Небесном Быть И вот как раз В этой борьбе Как раз Вот этих страданиях Мы воспитываемся Туда Для неба Потому что Терпение Нужно нам Чтобы Исполнивши Волю Божию Получить Обещанное А где терпение От скорби Только происходит Терпение Вот в этой борьбе Борьбе Идти путем Освящения Он с самого Первого шага Начинается Когда мы Даже к Богу Приходили Говорит Кто хочет Идти за мной Что ты сделаешь Себя Отвергли Братья и сестры По сей день Отвергаю Себя По сей день Каждый день Мне приходится Отвергать И когда Получается Когда не Получается Это Жизнь наша Может у вас Получше У меня пока Вот так И это Наша жизнь Отвергни Себя И когда Получается То приходит Этот мир И благодать И найдете Покой Душам вашим Вот это приходит И это Начальные пути Освящения Начальные шаги Нашего Освящения Вторая часть Ну на первой части Мы Это когда мы Пришли к Богу И Бог нас Простил Освятил Сделал святыми И на небесах Посадил А ходим Пока на земле Смотрите Какую любовь Дал нам Отец Чтобы нам Называться И быть Детьми Божьими Он делал Нас Детьми Он стал Нам Отцом Усыновил Нас Возлюбленные Мы теперь Дети Божьи Но еще не Открылось Что будем Знаем Что когда Откроется Будем Подобны Ему Потому что Увидим Его Как Он Есть Это уже Конечная Он Он говорит О том Иоанн Пишет Первом Послании Третьей Главе Когда мы Придем Предстанем Господу Закончится Наше Освящение Здесь На земле На небе Уже Освящаться Не надо Будет Мы Будем Подобны Ему У нас Внутри Не Будет Там Уже Не Надо Будет Себя Отвергать Что Там Не Будет Греха Не Будет Искушений У нас Сейчас Жизнь На два Фронта Вот Это Внутренняя Борьба Идет И С внешней Искушений И С областной Которые Приходят К нам Или Раздражение Которое Раздражает Нам И Вот Это Атака Ты Должен Во все Оружие Быть Со всех Сторон Смотреть И Бодрствовать Христос Нас Призывал Многократно В Святом Писании Своем Итак Следующая Часть Это Прогрессивное Освещение Это Вот Как раз То Через Что Мы С вами Проходим То Бог Нас Осветил Ну Помните Евреи Вышли Из Египта Какой Восторг Какое Торжество Золото Обобрали Там Идут Радуются Столб Облачный И огненный Ведет Их Ну Кажется И радоваться И И радоваться Им Только Только До первой Трудности Дошли И радость Погасла Ты Чего Нас Ввел У моря Там Потопить И Тут Уже Внутренне Открывается Однажды Была Конференция Какая Пасторская И Там Сработал Эларм Ночью Три часа И Всем Надо было Выходить И Надо было Говорит Видеть Автор Пишет С каким Недовольством Эти сонные Пастора Выходили Как Они Бурчали И Ворчали На Эту Эларм На Все Это Самое А конференция Какая Это Святая По Духовным Вопросам Вы Знаете Вот Бог Бог Как раз Дает нам Не просто Теорию Из Библии Из Кафедры Мы Сейчас Пойдем В мир Братья и Сестры После Этого Собрания Сегодня Начнется Практически Практически Мы Будем Сталкиваться Ситуации Сегодня И нам Надо Проявить Или Чувствование Христовое Ке были Во Христе Иисусе Или У нас Работает Реакция Нашего Плотского Человека Я не знаю Какой Святой Тут бы Нашелся Если бы Ему Подошли И По левой Щеке Ударили Кто бы Из нас Спокойно Правую Поставил А Христос Так Говорил И Этому Надо Учиться У нас Реакция У каждого Вот эта Реакция Обратная Сработать Защитить Себя Или Отомстить Ближнему Нашему И это Вот как раз Освещение Наше Прогрессивное Это Освещение И это Борьба Плоти И Духа Жизнь По плоти Вот Обратите Внимание Апостол Павел Павел Пишет Галатам Галатам Пятой Главе Пишет Возрожденным Святым Верующим Это же не миру Этому писали Все послания Послания Писали Церквам Братья и сестры Иногда Он говорил О мире Как в мире Поступают Говорит Вы так не поступайте Как там Вы же святые И искупленные И вот дела Плоти Он говорит Известны Они суть Прелюбодеяния Блуд Нечистота Непотребство Идолослужение Волшебство Вражда Ссоры Зависть Гнев Распли Разногласия Соблазны Ереси Ненависть Убийство Пьянство Бесчинство И тому подобное Я предваряю вас Членов церкви Святых И избранных Как и прежде Предварял Что поступающее Так Царство Божие Не наследует Что значит Поступающее Поступающее Это опять-таки Вот это Настоящее Продолженное Действие Может Что-то Каждый Себе найдет Не во всех Этих Вот делах Плоти А что-то Характерное Для каждого Из нас Мы находим То что у нас Повторяется То что От чего Мы еще Не освободились Что еще Нас угнетает А может То мы уже Свыклись И мы говорим Да у меня Характер такой И вы должны Подстраиваться Под мой Характер Все Домашние И в церковные И на работе А это Дела плоти А если мы Живем Вот по этим Делам Что если Это у нас Прогрессирует У нас Будет Прогрессировать Или освящение Наше Или дела Плоти Это как На весах Братья и сестры Или одно Одновременно Прогрессировать Освящение И дела Плоти Никак не могут И дела Плоти Будут Опускаться И Отпадать Если мы Живем По духу Или же Наоборот Если живете По плоти То умрете Так написано И это К возрожденным К освященным К детям Божьим Такое предупреждение Я говорит Вас Предваряю Предупреждаю Как и раньше Говорил Что так поступающее Царствие Божие Не наследует Иакол пишет О языке Язык укротить Никто не может Это неудержимое зло Если научился Язык укращать То это уже Человек совершенный А это Я думаю Вот мы святые А языком Мы больше всего Согрешаем Неудержимое зло Скажешь слово Думаешь Ну зачем Я это сказал Я не знаю Вам приходилось Жалеть А потом Не знаешь Как это слово Исправить А это трудно Бывает А надо Исправлять Надо идти Просить Прощения Каяться Смиряться Вот этого Вот Человека Этого ветка Вогнуть Распинать Его На крест Ложить Написано Так же О Ефесянам Четвертая Глава Апостол Павел В многом посланиях Своих Говорит Вот О этих делах Плоти 4.25 Ну и выше Можно прочитать Но вы не так познали Христа Потому что вы слышали о Нем И Нем научились Чему же мы научились Так как истинно В Иисусе А в чем же это истинно Отложить прежний образ жизни Ветхого человека Истлевающего В обольстительных похотях А обновиться Духом ума вашего Облечься в нового человека Созданного по Богу Праведности И святости И истины Посему Он практически говорит Что нам делать Отвергнув ложь Говорите истину Каждый ближнему своему Потому что мы члены Друг друга Гневаясь Не согрешайте Солнце да не зайдет Во гневе вашем И не давайте место дьяволу Кто крал Пред не кради Лучше трудись Сделая своими руками полезное Чтобы было Из чего уделять нуждающимся Никакое гнилое слово Да не исходит из уст ваших А только доброе Для назидания вере Чтобы оно доставляло Благодать слушающим И другие места писания Старайтесь иметь мир со всеми И святость Это вот наша личная Может много говорится Здесь о внутреннем нашем содержании А вот старайтесь со всеми С окружающими Мир и святость Бывает мир Не всегда получается Писание говорит Я говорит Мирин Ну заговорю Говорит А не к войне Лучше не говорить Может быть и так Но святость Тут надо иметь со всеми Мы иногда поступаем Как дети Они спорят чем-то Подрались Из-за чего Я говорю А он первый начал Взрослые мы так поступаем Первый начал Нас кто-то задел И у нас начинается Ответная реакция Он же первый начал Это как детвора Вот У них А что у него Говорит Люди Достали меня Меня говорит Он достал Что он достал Он пробку Содержимого Духовного Нашего Открыл И оттуда Или благоухание Пошло Духовное Да Или такое Что нос Надо затыкать Это жизнь наша Братья и сестры И для этого Надо освящение Мы все это знаем Прекрасно Мы знаем Что и кричать И раздражаться И гневаться нельзя Что мы не знаем Мы знаем Что надо свято жить Мы знаем Как поступал Христос Чего мы не знаем Мы абсолютно все знаем Но почему-то на практике Срабатывает Срабатывает Вот это по плоти Плоть сильнее Оказывается Срабатывает Вот тут-то уже зависит Чем мы больше питаемся Кого мы больше кормим Если мы дух питаем Мы остановимся на это Внимание Дальше К чему ведет Вот это Такое Если мы живем По плоти Потому что написано Не войдет В него Ничто нечистое Ничто преданное Мерзости И лжи Вот про ложь Много говорится Смотрите В этих местах Если живете По плоти Умрете А если духом Умышляете Дела плотские То живы будете Помните героев Деяния апостола Анании и Сапфира Что они сделали? Они Солгали Духу Святому Так Петр им скажет Были верующие люди Богу жизнь Посвятили Хотели Тоже быть Жертвенными Но Вот тут Они Слукавили Они Не все Отдали А сказали Что все Обманули Я подумал Я читал эту историю Сегодня утром Господи А как же мы? Мы же в день Крещения Тебе обещали Все отдать Так или нет? Посвятить себя В день Крещения Это же мы делали Мы ему Жизнь нашу Посвящали Все Иисусу Отдаю я Весь ему Принадлежу Помните Короткие слова Я просил Запомнить На день Крещения Вы не Свои Вот Короткие слова Теперь и не свой Я себе Богу посвятил Я не управя Своей волей Распоряжаться Моя воля Теперь сочетается С волей Божией Я теперь делаю Только что угодно Ему Мы Почти Абсолютно Все знаем Что хорошо И что плохо И не похоже ли Это Ананию Сафирой Не Господи Я тебе вот это Вот отдал А вот это Еще Мое Я это не говорю Но я так живу Я так поступаю Потому что Это еще Мне дорого Димас Оставил меня Возлюбив Нынешний век Верующий Сотрудник Павла Служил Богу Возрожденный Стал смотреть Опять в мир И ему Вспомнилось Что-то И что-то Понравилось Оставляет Павла Все И идет Туда Это Жизнь По плоти Она Приводит Мы живем Или по духу Или по плоти Бывает У человека Живущего По духу Он бывает Спотыкается Бывает Падает Но Он От этого Радости Не находит От этого Он страдает Молится Томится Скорбит К Богу Обращается Ищет помощи У него У Господа Нашего Ну Друзья мои Мы скажем Ну что Господь Ты нас оставил На эту жизнь Вот боремся Мы мучаемся Неужели тут выхода Никакого нет Вот в этой борьбе Постоянной Есть выход Братья и сестры Это Сатана В тупик Загоняет А у Бога Всегда есть выход Он Наш выход Вообще Мы живы Знаете Только почему Потому что Самый святой Знаешь Живой Знаете Почему Потому что Наш Первый Священник На небесах Пред Отцом Небесным Стоит И говорит Это дети Мои Подобно Моисею Помните Когда Бог Говорил Отойди Моисей Я их Уничтожу А он говорит Если их То и меня Стоит Он перед Нами Своей Кровью Пронзенными Руками И своей Кровью И вот Только Этим Мы живем Друзья Мои Это Милость Божия Но если Мы Ожесточаем Сердце И в грехах Запутаемся Увлекаемся Этим Мы Отпадаем От этой Благодати Наблюдайте За собою И это Благодать Вот пока Он стоит Это мы Под благодатью Но бывает Мы выходим С этого Покрова Божия Под защитой Его крыл И тогда Мы теряем Все И нам Неизвестно На каком Этапе Мы можем Оказаться В таком Положении Поэтому Писание Нам говорит Святый Досвящается Еще Это вот Такую Мы посмотрели Отрицательную Сторону Жизни По плоти Верующих Людей Но У нас Есть Первосвященник Он Сказал Иоанна 17 глава 19 стих Я за них Посвящаю Себя Чтобы Они были Освящены Истинною Твоею Слово Твое Истинно Бог Оставил Нам Средства Освящения Мы уже Сказали В этой войне Он все Оружие Дал Иисус Христос Это Его Все Оружие И Он Им Пользовался И Он Нам Его Дает Нам Оставлено Слово Божие Словом Бога Побеждаю Всякий Грех Души Не Дух Поем Мы Псалом Это И меч Духовный Это И хлеб И вода Это И жизнь Слово Которое Господь Оставил Как юноше Содержать Как юноше Содержать Чистоте Путь Свой Как Хранением Себя По слову Твоему Что Он Дальше Говорит Я Сокрыл Это Слово Вот Сегодня Слушали Мы Про Все Оружие Про Все Я Это Слово Сокрыл Будьте Особенно Внимательны К Слышанному Чтобы Не Отпасть Я Это Слово Сокрыл В себе Подходит Вам Искушение Я Говорю Мне Было 15 16 лет И Искушений Было Полно Я Доходил До Из-за Расчарования Господи Я В этой Борьбе Я Свято Жить Не могу У меня Не Получается Ничего Знаете Что Помогало Мне Сестра Написала Коробочку Там Где-то 300 Стихов Было Эти Самых Стих Из Библии Я Наде не ду В карман Ложу этот стишок Пришло Искушение Достаю С кармана Читаю Физически Вы знаете Гаснет Тухнет Уходит Оно Сразу Прямо Буквально Достаешь Слух Прочитаешь Все Отходит Это сила Реальная сила В Слове Божьем Братья и сестры Чтобы жить свято И противостоять Чтобы святым Среди этой грязи Греха Которого мы живем Остаться Слово Божие Это сила Наш Господь Иисус Христос Он Освящение Наше Каргель Целую книгу Этому посвятил Что Христос Наше Освящение Он этим путем Прошел перед нами Он Искушаемым Может помочь Да Вот когда нам Грязь Это подступает Он может нам помочь У него есть сила Он победил мир Он говорит Не мужайтесь С нами Больше того Кто в мире Наш Господин Сильнее всех Дьявола И всех его ангелов Этого мира Братья и сестры И мы Что мы можем делать Во всех Искушениях Соблазнах Или то Что изнутри В нас рвется Как его Угасить Наш Господь Только за него Хвататься Знаете Один брат Прямо говорил Когда я приходил Дай дело Что-то такое Я говорил Прямо отвечал Говорит Дьяволу Сатана Христос Сам телом Своим Все грехи Моим Вознес на древо Иди туда На крест Там забирай Мои грехи Христос Забрал Меня И отходит И гаснет И это победа Реальная победа Что еще Второе Кориффином 3.18 Мы же Открытым лицом Как в зеркале Взирая на славу Господню Преображаем Всем тот же Образ От славы В славу Как от Господня Духа Значит мы Освещаемся Преображаемся Это значит Освещаемся Освещение Это включает Сюда И духовный Рост И наше Преображение И наше Обновление В образ Христов Взирая На начальника И совершителя Веры Точно так Как евреи В пустыне Помните Что надо было Избавиться Когда змеи Жалили все Кто-то топтался На месте Одну ногу Поднимают Другую Жали Тут не может Вырваться И тут Поставим Змея Метного И кто Смотрел На змея Взирая На него Мы Преображаемся В тот же Образ Молодежь На что мы Взираем В нашей жизни В тот Образ И внешне И внутренне Мы Преображаемся Те картинки Которые Висят В ваших Комнатах На стены Ребята Девчата Это как раз То на что Вы взираете Что у вас Или на стенах Тексты Писания Которые Постоянно Вы на них Взираете Будет победная Жизнь Навешаете Вот то Что в мире Это вешают Такая жизнь Будет Вы на них Будете взирать Взирая На начальника И совершителя Веры Вот на кого Взирать На кого Смотреть Потом Но вы не так Познали Христа Потому что Вы слышали В нем И в нем Научились Так как Истинно В Иисусе Отложить Вот обратите Внимание Что нам Надо делать На него Взирать Да Слово Божие Бог за нас Читать не будет И наизусть Учить Не будет Бог за нас Это надо Наше усилие Братья и сестры Он будет Помогать Когда Прилагая К всему Старание Ваше Библию Учить И не просто Учить И дай Господи Силы мне Поступать Так каждый день И отложить Прежний образ Жизни Человека Это наше дело Свергнуть А этот человек Истлевает В обольстительных Похотях И обновляться Духом Ума Вашего И облечься В нового Человека Созданного По Богу В праведности И святости И истины Вот Какие шаги Нам надо делать Отложить Вот это Свергнем Себя Всякое Время Запинающий Нас Грех И это И возненавидеть Грех Любящая Господа Ненавидьте Зло Если Любим Грех Никакого Освящения У нас Не получится Любящая Господа Ненавидьте Зло Некрасов Еще написал То сердце Не научится Любить Которое Устало Ненавидеть Итак Умоляю вас Братья Чтобы вы Вам 12 глава Римлянам Умоляю вас Братья Милосердием Божьим Представьте Тела Ваши В жертву Это кто Должен Делать Это я Это мы С вами В жертву Святую Благоугодную Богу Для разумного Служения Вашего И не Сообразуйтесь С веком Сим Не смотрите На этот Мир Мы В ужасном Мир Живем Братья И сестры Уже В новом Президенте Принимаются Законы Страшные Одна палата Нижняя Уже Приняла Этот закон Я не хочу С кафедры Эти вещи Говорить Противно Детям Нашим И внукам Нашим Все это Угрожает Когда Ты не будешь Иметь права Говорить Кто ты там Мальчик Или девочка Или Вообще Это сумасшествие И умопомрачение Полное Идет Сейчас А нам Надо выжить И детям Нашим И не сообразуйтесь С веком Сим Но преобразуйтесь Обновлением Ума Вашего Обновление Ума Происходит Через Слово Его Через Размышления Брат говорил Припоясавший Через славу Ума Вашего Истину Наконец Братья мои Что только Истинно Что честно Что любезно Что Достославно Что только Добродетели Похвала О том Помышляйте Бог дал нам Все средства Для нашего Освящения Крова Иисуса Христа Очищает нас От всякого Греха Может в нашем Собрании Кто-то уже Вот такой Борьбе Разочаровался И приходит К какому-то Отчаянию Знаете Мне вспомнилась Песня Которую Пели Раньше Я думаю Не забыли Слышишь ли ты Голос Божий Нежно Так Тебе Стучит У двери Стоит Прохожий Слушай Что он Говорит Нежно Так тебя Христос Зовет Поспеши К нему Тебя Он ждет О Приди К нему Скорее Дверь Сердце Дверь Открой Сильнее Мир Мир Найдешь Ты Для Души Лишь К Иисусу Поспеши И там Есть Такие Гублеты Сколько Раз Ты Друг Мой Падал И Вставал И шел К нему А теперь Такой Усталый Ты Не веришь Никому Может У кого-то Таком Состоянии Находится Который Вязнет Вот В этих Пороках Вязнет Вот В этой Борьбе Который Запутался У которого Сердце Тянется Кверху А сил Нету Бог Наш Сильный Чтобы Спасать У него Есть Кров Христова Она Сильна Чтобы Омывать Она Сильна Чтобы Очищать Он Говорит Если Грехи Ваши Будут Багряная Как Снег Убелю Он Это Может Идите К Нему Кто Желает Помолиться Может Этой Молитвой Устал От Этой Жизненной Борьбы Или Просто Сложил Уже Крылья И Его Несет По Течению А Все Так Живут Просто В Беспечность По Этому Течению Эта Речка Течет Не В ту сторону Она В ад Донесет В Беспечности Сатана Не Будет Тебя Трогать Лишь Бо Ты Беспечным Оставался Воля Божия Есть Освящение Ваше И Не Войдет Туда Ничто Нечистое И Ничто Преданное Мерзости И Лжи Бог Наш В силе Нас Освящать И Если Кто Желает Помолиться Этой Молитвой Есть Возможность Склонитесь Перед Богом Это Сегодня Бог Мы Не договаривались С братом Бог Говорил Про Все Оружие Бог Говорил Нам Про Освящение Мы Сейчас Будем Молиться Преклонимся Пред Ним Помолимся Аминь Христос Освящение Наше О Христе Мы Сейчас Поем Благодатная Скала Мне Спасение Дает Это Скала Наш Господь Это Он Прощает Он Очищает Он Освящает Нас Дай нам Господь Чтобы выйти Из этого Здания Мы Помнили Об Этому Давайте Все Вместе Встанем И Споем Общим Пением Благодатная Скала Мне Спасение Дает Песня 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 Мы Мы Благодарны Тебе Вот За Слово Которое Мы Слышали В этом Слове Ты Касаешься Сердец Наших Ты Проверяешь Наше Духовное Состояние Каковы Мы Перед Тобою И Помоги Господи Чтобы Услышав Это Слово И Выйдя С С С С Мы Могли Сердцем Отдаться Тебе Чтобы Идти По Пути Святости Ты Ожидаешь Господи От нас Этого И Ты Говоришь Слове Своем Что Без Святости Никто Не Увидит Господа Помоги Господи Нам Чтобы Мы Могли Проверить Себя Пути Свои Характер Свой Поступки Свои Жизнь Свою Чтобы Все Принадлежало Тебе Чтобы Сатана Не Имел Никакой Власти Никакого Места В нашей Жизни В нашем Сердце Помоги Господи Нам Уповать На Тебя Чтобы Ты Господь Освещение Наше Мог Производить Эту Работу В сердце В разуме В душе Чтобы Все Господь Было Очищено Тобою И Чтобы Мы Жили Для Тебя Жили В святости Поступая Угодно Познавая Волю Твою О которой Мы Слышали Сегодня Благослови Господи Мы Особо Молимся Тебе За тех Кто Еще Не Полностью Отдались Тебе Которые Возможно Являются Порабощенные Грехом Те Кто Господь Еще Не Открыли Сердце Свое И Стоят На этом Широком Пути На Греховном Пути Мы Молимся Господи Стучи В сердца Таковых Привлекай Их Себе Не Дай Господи Успокоиться Привыкнув К этому Греховному Состоянию Помоги Господи Им Чтобы Они Приняли Решение Прийти К Тебе В раскаяние Посвятив Тебе Свою Жизнь И начав Новую Жизнь Как Новое Творение Созданное Тобою Благослови Помоги Господи Мы Молимся О таковых Господи Мы Молимся Тебе За всех Тех Кто Празднует Дни Рождения Мы Благодарим Тебя За то Что Каждого Из них Ты Хранишь Помогаешь И Даруешь Силы Достигнуть Нового Рубежа Жизни Благослови Господи И дальше Укрепляй Помогай Чтобы каждый Из них Был Верен Тебе Благодарим Тебя Еще раз За это Время Общения Храни Господь Нас В руке Своей Благослови Последующее Собрание И членское Собрание Которое Предстоит Сегодня Все В руках Твоих И поэтому Господь Мы уповаем На Тебя И Тебе Господу Нашему Воздаем Честь И славу Благодать Господа Нашего Иисуса Христа Любовь Бога Отца И общение Святого Духа Да Пребудут Со всеми нами Аминь С миром Божьим Братья Сестры Храни Господь Каждого